Война 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 Серёва моего не видишь, а? Не видела. Саранец мой, голодный с самого утра. Не понятный, не видела. Не видела. Куда он бежал? Ну да ладно, ладно. Победу в соседский кончик. Давай. КОНЕЦ Девушки, 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 ай, красавицы, ай, молодцы, девчонки, счастья вам, молодцы, красавицы. Девочки, девочки, наконец-то сбылась моя мечта. Я купила пластинку со своей любимой песней. Неужели это влюбленное солнце? Представляешь, да. А давай споём. А давай. Ну, мы. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ух ты, счастливая ты, Лиска! Вот и сбылась такая маленькая мечта. А знаете, девочки, а я считаю, что у каждого мечты должны сбываться. Ну, даже незначительные. Вот как у Лиски, например. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А я мечтаю побывать на всех континентах, увидеть океан, искупаться во всех морях мира. А еще, девочки, я мечтаю просто стать счастливой. А я, а я радуюсь, когда рядом были мама и сестренка. Ну, как бы мне хотелось, чтобы они никогда не болели. Я целыми днями только об этом и мечтаю. А я, девочки, люблю мечтать про снов. Лежишь и мечтаешь о разных, о далеких путешествиях, о том, кем я стану. Может, я стану дрессировщиной диких зырей. Или стану известной легчественной и увижу с высоты всю нашу землю. А еще, девочки, девочки, а еще я мечтаю, чтобы все мальчишки оглядывались, когда мы проходили мир. А, девочки, знаете, я мечтаю стать просто любимой и никогда никогда не убывать. А для меня самое главное – это правильно выбрать свой путь и просто не прожить свою жизнь пустую и бездумно. Эй, мечтательницы, в школу пора. Как-никак, у нас сегодня выпускной бал. Ура! Во всей стране 21 июня 1941 года прошли выпускные вечера. Позади у юноши и девушек остались школьные экзамены. А впереди ребят, каким казалось, ждала счастливую и радостную жизнь. Вот и стали мы на год в рассвете, и пора настает. Пусть сегодня своим голубей провожают прощальный порядок. Пусть летят, а не летят, и нигде не встречают преградок. А теперь встречать рассвет. Все за? Да! Ой, ребята, ребята, какое утро! Какой рассвет! Знаете, я так не хочу, чтобы заканчивалась наша последняя школьная ночь. Уже так хорошо! И птичка поет, и теплые по летали, и страшно. Но это не неплохо! Дальше начинается только настоящая жизнь! А, знаете, девочки, вот я тут представлю, мы все повзрослеем, институтом заканчиваем. А может, годный запуск искачет? Ага, или жесть? Нет, это потом! Я в тайгу поеду, романтика. А я летчицей буду? А я летчиком испытачен. Ммм, ничего себе! А вот я на учителя пойду. Знаете, я считаю, что ни к чему нам нет на время военной профессии. А я врачом буду. У меня начальная подготовка есть. А ты, Валя, ты не мечтаешь на площади работать? Да! Я мечтаю приносить людям только радостные и добрые известия! Внимание, внимание! Сейчас буду снимать. Итак, запомним исторический момент 21 июня 1941 года и наш 10-й атлас! Ура! Через 5 лет из нашего класса выйдет 5 влечей, 6 влечей и много-много болезнь из-за страны людей! Внимание, сейчас вылетит птичка! Ура! 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 Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и граждане Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы озадовали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-бартийских заварщиков. КОНЕЦ 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 А нас выхуеркали в машине. Папа кричит, дал маме одеяло. Говорит, укрой детей! Продурит! Мы так спешили, ни копейки и денег, ни документов, ни паспорта, ничего. Только были котлеты, которые мама рожала на выходной день, и тёплые ботиночки брала. А я помню, как я отобрала глаза солнца. Была ясная, ясная погода перед птицами, и небо страшное и чёрное от страшных жирных самолётов. Они гуляют низко-низко на самой земле. А нет, начало войны связано с запахом цветущей сирени и черёмухи. Вокруг огонь, смерть, кровь и этот запах цветущих деревьев. А мой папа всегда читал на ночь сказки сестлёнки. И в эту ночь он читал сказку о золотой рыбке. Рыбка, рыбка, сделай так, чтобы папа скорее вернулся. А я увидел войну с деревом. Мы с пацанами забирались на деревья и наблюдали за воздушными маяльями. И очень огорчались, когда наши горели. А я утром проснулась от страха, от каких-то неизвестных звуков. Увидела, как папа целовал маму. Целовал лицо и руки. И я удивлялась. Почему он так никогда не целовал раньше? Потом мы выбежали во двор. Мама повезла папу на шею и не отпускала его. Тогда оторвала я и побежала. А я всё кричала и кричала ему вслед. Папа! Папа! Пошевеливайся! Папа! Папа! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Война — это самое бесчеловечное, что создали люди. Машина смерти, не разбирающая взрослых детей, уничтожающая жизнь из чудовищной легкости. Да, именно война разбросала одноклассников по суровым дорогам. Кто-то из них шел в передовых войсках с оружием наперевес, а кто-то не спал ночей, спасая раненых в госпитале. Многие из них пали, другие дошли до конца. Верка, а убивать легко? Не надо близко об этом думать. Ты не в человека стреляешь. Ты стреляешь во врага. Хотя, знаешь, когда я первого убила, меня так затрясло. Верка, ну я не смогу. Ну я же, я же женщина. Я помню, мы были в засаде, залегли. И вот я вижу, один немец приподнялся. Я щелкнула, и он упал. Представляешь, как это я человека убила? По мишенному стреляю ничего. А тут такое. Да я не смогу, не смогу. Я слабая. Не сможешь, говоришь? Тогда зачем ты что на фронт? Не сможешь? А как эти нелюди подбрасывали грудных детей и стреляли по помещению? Разве я могла с отродателем? Да войне есть только два чувства. Ненависть и месть. За мной! Оружие на готове! Хильз на готове! Лизка, смотри, летит! Вижу, ганс! Так стреляй же, Лизка, давай, стреляй! Давай, Лизка, не бойся! Стреляй на вас! Это вам гадится Москву! Собрез! Соленград! 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 Да, Лизка, ты его сбила! Сбила его, Лизка! Лизка, ты чего? Ты же умница! Это не самое страшное на войне! Лизка! Лизка, а что для тебя самое страшное на войне? Понимаешь? Боюсь я покалечить свои ноги. Мужику-то что? Хоть все ноги перебьет. Придет домой, все равно герой. Жених. А девушке-то что? Перебьет ноги, и судьба ее решится всего. Понимаешь? Вот такая вот женская судьба. Пойдем. Пойдем, Лизка, пойдем. Пойдем. На фронте женщин служили в медицинских частях, выносили на своих рук и ключах бойцов. Если было необходимо, они бесстрашно брали в свои руки оружие и стреляли, пытаясь спасти раненых. Сестричка, сестричка, помоги! Иду, бегу, браток, пошли. Скоро сам уходить не будешь. Так. 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 Потерпи, мы за помощью. Так. Потерпи, милок, потерпи. Сейчас полегчает. Видишь, сестричка, пострелил меня в рейтс, а завтра в бой. А как я сражаться буду? Не волнуйтесь, повоюйте еще. Погоним и Гитлера прочь земли нашей и заживем мы. А какая она будет там? Новая жизнь. Все прежнее будет. Драгоценно. Наше. Нет, будет еще лучше. Все мы домой вернемся. Про бои походы мы детям расскажем. Мы стекла встанем, улицы починим. Любовно разукрасим города. И станет небо, нестерпимо, синий. Цветы душистей, и светлее вода. Красивые стихи Гончарова Сама написала? Сама, товарищ капитан. Приказываю продолжать писать стихи. Так точно. Девчонки, красавицы мои, дорогие мои, затишье, идите, хоть полчаса вздремните. Есть, отдыхайте. Отдыхайте. Ну что, боец, разве мы можем не победить, если вот такие девчонки воюют? Пойдем, я проведу тебя в санчасть. Осторожно. Не волнуйся, там тебе окажут помощь. Не переживай. Наконец-то отдых. Можно просто лежать, не суетиться, просто отдыхать. Ой, да, такая красота. Девочки, знаете, я так учу по улицам и не мы их целую неделю. Я просто чешусь головы к ногу. А я запретила, что мои за войну изучили замечать мелочи. Пение птиц, глазками лучи солнца. Аж страшно. Так, представляешь? Хотите, я вам расскажу, что для меня самое страшное? Что вы скажете? А вы не будете смеяться? Конечно. Ну, я по секрету расскажу. Для меня самое страшное это носить мужские трусы. Да что тут такого? Мы в сердцевских трусах и ничего. Ну как вот это так? Я иду за роль на мою вазь, а на мне мужские трусы. Нелепо. Ой, Димочка, дядька, знаете, они вот помнят, только прибыли в военную часть, а нам мешки выделили. Ну, а мы из них юбочки пошили. Представляете, старшина жаловался командиру. У нас ЧП. Я и мешки валил, а они сами туда влезли. Смешно. Вот я смеюсь, улыбаюсь, а у меня такой страх внутри. Боюсь до ужаса, боюсь к фрицам, на все готово, только бы не к фрицам. Ты не попадешь к ней, я тебе обещаю. А ты кто? Ты Господь Бог, что ли, что обещаешь такое? Да, я не Господь Бог, но моя вера в него сильна. Конечно. На войне я научилась мылиться своими словами. Да, но ты у нас самая грамотная. Ты умеешь говорить и отвечать на любые наши вопросы. Ты чего? Завелась, Лизка. Мы же пришли отдыхать, не ругаться. Мы сколько лет уже вместе. Я к ней и так, и этот, она только носом воротит, только строить и указывать может. Хоть бы словечком обмолвалась, только письма в тихую пишет. Нет, девочки, вы как хотите, а я на такое преображение не согласна. Вам интересна моя личность? Моя личная драма? Вы прости, вы прости! На фронт я ушла в 42-м. За два года прошла нелегкий путь. Видела смерть, смотрела на лицо. Из романтической судьбы превратилась в жесткого лейтенанта. Письма, которые пишу, не отправляю. Это послание моему любимому человеку, жениху, который сделал предложение мне в начале войны, и от которого я не получила ни одной верточки. Пишу тому, которого безмерно люблю. Простите меня, дуру. Война ожесточила меня, и я срываюсь на самых сильных. Простите меня, я не знала, я не знала, что так можно любить. Простите меня, вы встретитесь, вы обязательно еще встретитесь, слышите, обязательно встретитесь. Песня. 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 Я ведь мечтала в школе работать, детей учить. Да все так, Любка, и будет. Верю я, что победа наша не за горами, Любка, все так и будет. Эх, поизносились мы за четыре-то года. Да есть, да есть. Ребята придут, не узнают, скажут, куда же наши девчонки-то подевались. Да уж, четыре года прямо в стоптанных сапогах, в мужских гимнастерках. Мальчишки наши придут и на красивых смотреть станут. Эй, да ты что, Лена? Так мы с тобой самые красивые и самые смелые. Вы смелые, говоришь? Ко мне, агрессер, непонятно. Почему? От страха, наверное. Никому никогда не поверишь, если вдруг скажут, что на войне не страшно. Страшно, Любка, страшно. Только бой начнется, не забудешь думать о страхе. Ай, не знаю. Смотри, ты же, Ленка. Не знаю, Даша. Я тебе говорю. Ай, не верю я. Ох, что ж ты? Да ладно, смотри, Ленка, смотри. Видишь, тихо. Заши, Ленка. Уходи, Ленка, уходи. Я тебе прикрой, играй. Ага. Уходи, Ленка. Пусти, я знаю, что наши женщины не страшны. Последний вопрос перебудет себя, он не стался. Нет, Любка. Я тебя одну не оставлю. Нам еще жить надо, жить. Города подымать. Страну подымать. Детей раздавна тебе, дедок, в школе учить. Жить надо нам, жить, понимаешь. Уходи, Ленка, уходи. Уходят, гады. Гляди, Любка, уходят. Держись, держись, что с тобой. Любка, держись. Так, нельзя быть слабо, Любка. Подымаемся, Люба, подымаемся. Давай шажочек. Еще шажочек. Помоги, Ленка. Погоди, погоди. Погоди. Ну-ка, ну-ка, давай. Помоги, Ленка. Хорошо. Медальон, медальон достать. Да зачем мы тебе, Люба? Понимаешь, мне мама молитву написала. Ага. Я перед боем всегда его целую. Ах, я верю. Молитва помогает. А теперь подними меня, Ленка. А маме петь. А, ну-ка. Чуть-чуть-чуть. Держись, моя хорошая, Держись. Ласковые руки, Добрые лица, На щеке, в морщинках, Чистая слеза. Сколько лет спасала Ты меня зла, Сколько лет прощала Горькие слова, Сколько бы на свете Не было дорог, Залёшь однажды На рыбной порог, Тихий, нежный голос Я приеду. Бросье всегда, Приеду, мальчат, Знаю днём и ночью, Ждёшь меня домой. Волосы покрыли Год и седино. Тихо шепчет, детка, Пусть тебе везёт. Пусть тебя несчастье Борь обойдёт. Песнь на тебе, мама, Пусть я редко шлю. Строгнуть, да, Я очень, как и пылью. Звёзды тихо гаснут, Сколько их ещё есть. Только знай ты, Что нежность в мире есть. Рука, не расслабляйся, Люба. Держись, держись, я сейчас. Оружие, оружие забрать надо, Люба. Ну, держись, держись, Моя хорошая, держись. Не смей расслабляться, Люба. Не смей. Сейчас, сейчас, моя хорошая, Ещё чуток, ещё. Ну, ну, давай, на счёт три встаём. Раз, два, три, встал, молодец. Давай, шаг, 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 ещё шажочек. Стои, Ленка, не свидимся мы больше с мамой. Ты передари, что умирала на зародину. Давай о ней. Да не глупи, Ленка, всё хорошо будет. Давай, дорогая, давай, ещё шажочек. Ещё, моя хорошая, ещё один шаг, ещё. Лёха, не спа, лёха, не спа, лёха, не спа, лёха, не спа. Мальчишки и девчонки, таки, не вернувшись с войны, Ждали матери. Ждали, вопреки сухим словам, похоронок. Ждали годами, десятилетиями. Среди ночи просыпались от померейших, Чартоси, стука в окошек. Бежали за ровницу, за ветром. Да нёшкам такой похожий смех и голос. Тётя Валя, вам письмо от сыночка С радостной весточкой. И вам, тётя Глаша, письмец о радости. И у вас, Наталья Семёновна, Сегодня будет счастливое чтение. А эту весточку я занесу в последний момент. Не знаю, что я смогу сказать тётю Марии. Нет у неё дочери больше. Нет. Письма с фронта. Как же много они значат для тех, Кто трудится ради победы здесь, в тылу. Кто ждёт с войны своего сына, мужа, своих дочерей. Девочки. Совсем ещё юные, молоденькие. Бывшие мои одноклассницы. Как вы там? Здрасте. Моя дорогая мамочка. Как ты там? Три дня назад столкнулась с немцами. Ты даже не представляешь. Как было страшно. Но я не струсила. Я шла в бой. Я обидела этих проклятых немцев. Впереди ещё много испытаний, Страданий, неожиданностей. Как удастся пройти этот сложный пульс? Удастся ли выйти живой? Но я верю. Я вернусь. Прощай. Пиши. Милая мамочка. Дорогая моя. Любимая моя мамочка. Только что кончилось комсомольское собрание. Почистила автомат, покушала. Комбат говорит. Отдыхайте лучше. Завтра бой. Я не могу уснуть. Пятеро уже спят. А я сижу возле печурки и пишу это письмо. Завтра как встанем, передам его связном. Я часто вспоминаю тебя, мама. Много думаю о тебе. Мама, я видела, как умирали мои товарищи. Ведь война такая штука, Что вот живешь, живешь, И вдруг пули или осколок Ставят точку в конце твоей жизни. Но если мне суждено погибнуть, Я хотела бы умереть в бою. Очень люблю тебя и целую. Твоя дочь. Здравствуй, моя маменька. Никогда я не прожила бы жизнь, Если бы не ты, мама. Ты помогала мне всегда и везде, И даже здесь. Спасибо тебе, родная. Пройдет время, Люди залечат свои раны, Построят новые города, Вырастут новые сады, Наступит другая жизнь. Другие будут петь песни. Мамочка, Ты обязательно будешь счастлива. А я счастлива, Что у меня есть ты. И счастлива, Что иду в бой С великой любовью к тебе. Дорогая Мария Ивановна, Вам пишет командир части, В которой служила ваша дочь, Любовь Сметанникова. Ваша дочь погибла смертью храбрых. Она посмертно награждена Орденом Отечественной войны Первой степени. Вы вырастили, Мария Ивановна, Достойную дочь советского народа. Мы все скорбим И разделяем Ваше неизмеримое горе. Мушайтесь, Клянемся отомстить Проклятым фашистам За смерть вашей дочери. Командир части 26739, Капитан Дьяченко. Еще одна изба осталась. Нужно идти. До него... На дне сумки Похоронка лежит. Неужели нет больше Нашего Алешки? Нашего Алешки. Расти цена нет и нет, но она всё продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И, ну, что надеется она, много лет, как кончилась война, много лет, как все решили назвать, кроме мертвых, что в земле лежат. Скорее тогда мне силовый мальчик, без усилий не пришло. О войне все пришли в кино и стали мал, кто познал и мой, кто не знал. Перед твоей памятью мое узкой и разрываться над искрекой. И, ну, это было знамять, кто всегда всем взглянул на мать. У мальчизна сына поджинь, И проносся в материнский крик. Алексей Лёшенко сынок, Алексей Лёшенко сынок, Словно сын его услышать мог. Он помнился из родной мечты, Он обмыкнулся из-за шеи любой Стал начать прижимать ему с собой. Все боя в землю упадет, Пусть, во-сь-во-сь-брочался сын унужден, Алексей, кричали змеи, Алексей, красивый, ты дал веки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Чтобы мир спасти! Субтитры создавал DimaTorzok